Продолжение следует... Не волнуйся. Успеем. Тёма! Аккуратнее. Ну, куда ты едешь на Красный? Всё под контролем, мам. Под контролем. Ну, вот. КОНЕЦ Ну, что? Это ж наша милиция. Кто же ещё нам будет помогать? Тёмну не гони ты так! КОНЕЦ А ты волновалась? Будем ещё минут сорок тут загорать. Зря только гаишников переполошили. Может быть, она уже вышла? Наверное, мы опоздали. Да вряд ли. Мы бы её увидели. Вот она! Смотри! КОНЕЦ 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 Девушка, вам, наверное, тяжело помочь? Ну и как вы себе это представляете? Что за слезки такие, а, малыш? Что такое? Давайте, держите. А вы что, еще кого-то встречаете? Или это знакомые Артема? Ой, не думай. Он часто помогает незнакомым людям. Особенно, если эти люди красивые молодые девушки. Впрочем, ему было с кого брать пример. Ты знаешь, меня бы больше удивило, если бы он помогал молодым, одиноким мужчинам. Ой. Нет. Нет. Ну и почему ты нас не предупредила, что решила вернуться на родину? С таким количеством вещей не путешествуют, а меняют место жительства. Тема, как тебе не стыдно? Слушай, племянчик, ты давай не умничай. От этой страны чего угодно можно ожидать. Тут нужно быть ко всему готовой. Не понимаю, как вы здесь живете? И вообще, после Америки смотреть на все это безобразие невозможно. Ну и какие же безобразия ты успела узреть за ближайшие полчаса пребывания на родной земле? Пожалуйста. Двенадцать кабинок пограничного контроля работают только две. Пограничники двигаются, как сонные мухи. Я со времен Совка в таких очередях не стояла. Только прилетела, сразу напомнили, куда. Кошмар! Надо было потребовать жалобную книгу. Не смешно. Знаешь, вот так жить нельзя, так жить нельзя, невозможно. Шаночка, мы здесь живем, не драматизируй. Мы здесь живем. Ты до сих пор ходишь в свою поликлинику, работаешь на нищенскую зарплату за эти копейки. Ну, ты же знаешь, мне нравится моя работа. Да, конечно. Лечить нищих пенсионеров очень благородное дело. Да ладно тебе. Ну, а ты, племянчик, чем похвастаешься? Да так, кручусь. Угу, крутишься. Нефтяной скважиной пока не обзавелся. Жалко. Ну, машину, смотрю, купил хорошую. Это не моя. Взял, чтобы тебя встретить. У Темы своя фотостудия. Он серьезно занимается фотографией. У него столько международных призов. Несерьезная профессия эта, фотограф. Кому-то понравился, купили, есть деньги. Не понравился, разонравился, денег нет. Семью кормить надо. Кстати, как у тебя на семейном фронте? На семейном фронте веду успешную позиционную войну. Значит, так и не женился. А какой смысл портить жизнь себе и другим? Ничего. Я еще вами займусь. Займись, займись. Только давай сначала твоими вещами займемся. Ух ты! Какой у вас тут дворик симпатичный. Давай, спасибо. Я смотрю, соседи богатые. Моя машина. Здравствуйте, здравствуйте. Просто в нее мы бы не поместились. Не надо, я сама. У нас во дворе очень хорошие люди живут. Не забудь. Здоровались. Да. Здрасте, Мария Кеннелла. Здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. А это Темина комната. Значит, Тема живет у тебя. Не он у меня, а я у него. Вот гостиная. Мы живем вместе, потому что нам так удобно. Я не понимаю, как это может быть удобно. Каждый человек нуждается в индивидуальном личном пространстве. Сейчас в Америке даже многие супружеские пары стараются иметь отдельное жилье, чтобы не мозолить глаза друг другу. А чтобы родители жили со взрослыми детьми, это уму непостижимо. Это американскому уму непостижимо. Расслабься, Жанночка. Мы живем так, как нам нравится. Правда, мам? Не забивай себе голову. У нас все хорошо, правда. Окей. Раз у вас все хорошо, я с чистой совестью иду в душ. Да-да, конечно. Пойдем, пойдем. Я покажу, куда. Ой, сколько нездоровой пищи. Как нездоровой? Я все приготовила свежую, как ты говорила. Ксюшенька, ты меня неправильно поняла. Я говорила о том, что я занимаюсь сыроедением. А тут... Так вот же, вот, салат у тебя сыроедение, вот ягодки, виноград. Спасибо. Не нравится, да? Нет, нет, вкусно, спасибо. Спасибо, пойду посплю. Все-таки разница во времени. Я тебе постелю. Подожди. Да ты не то постелишь. Я сплю только на льняном белье. У меня есть льняное белье. А подушку из серого чемодана достань. Хорошо, хорошо. Как скажешь. Ты что, с собой подушку из Америки притащила? Что у нас, подушки нет нормальной? Да, ты знаешь, у меня специальная ортопедическая подушка. Я сплю только на ней. Расслабляет шейные мышцы. А ваша эта перьевая гадость только вызывает астму и аллергию. Из магазина? Ну, по три, сорок помидоров уже? На, да. Поднимаю. Здравствуйте, Людмила Петровна. Артемка. Ау. Что, Жанна Викторовна насовсем вернулась? Плохо ей там, бедняжки, да? Чего это вы взяли? Так вещей же очень много. А? Артемчик, неужто подарков столько навезла? Так, кризис в Америке. Так что это нам надо туда подарки везти. Разве не слышали про кризис? Здравия желаю, Иван Кузьмич. Привет, Тёма. Когда на рыбалку поедем? Когда скажешь, тогда и поедем. Здравствуйте. О, хоть завтра. Здорово. У тебя ж никогда времени нет. Для рыбалки всегда время есть. Только колеса на своем мустанго прицепи и сразу рваниваем. Колеса – дело плевое. Я вчера карбюратору совершенствовал. Так тормоза начали, Буракыч. Чего-то не вижу связи. Да и я не вижу. А тормоза не работают. Не расстраивайся, Иван Кузьмич. Тормоза придумали трусы. Слушай, а что ты машины меняешь, как шахтер? Рукавицы. Машину взял у друга, чтобы тетя встретила. Понял. Здравствуйте. На улицу Успенского подбросите? Конечно. Садитесь. Не помешает? Нет, что вы, наоборот. Я люблю такую музыку. Я так и понял. Увлекаетесь востоком? Да, мне это интересно. А как вы догадались? Ну, это не трудно. У меня мощный третий глаз, и я на расстоянии считываю ауру. А если серьезно? Серьезно? Серьезно, вам наверняка говорили, что вы похожи на девушку со старинных японских кровью. Нет. Нет? Не может быть. Куда же смотрят ваши кавалеры? Такими глазами невозможно не восхищаться. А вы художник? Можно сказать и так. Фотохудожник. Интересно. У вас очень необычное, одухотворенное лицо. Вы словно сошли с картин Китагава у Тамара. Не смущайте меня. Простите, не хотел. А я уже приехала. Спасибо. Приятно было познакомиться. Мне тоже. До свидания. Девушка, подождите. Да, да. Извините, я забыла расплатиться. Не говорите глупостей. Естественный контровой свет, который не лупит в объектив, можно поймать не так часто. Не надо. Зачем вы? Ничего не говорите. Господа, постойте минутку. Ну, так не вопрос. Если бы вы чуть на полметра окно сдвинули и наклонили на себя. Вот так. Отлично. Я не очень хорошо получаюсь на фотографиях. Ничего не говорите. А сегодня еще не выспалась, у меня будут снеги под глаза. Я прошу вас, молчите. Ничего не трогайте. Все идеально. Прекрасно. Так. А теперь просто облокотитесь чуть-чуть правее головы. Вот так. Отлично. Ничего не трогайте. Ничего не трогайте. Вот так. Все идеально. Да. Секундочку. А улыбнитесь, как Мона Лиза. Немного помягче. Отлично. Давайте вечером пойдем с вами в японский ресторан. Там я вам покажу, фотогеничны вы или нет. Если вам не понравятся мои фотографии, я перестану вам досаждать. А если мне что-то понравится? Ну, тогда случится самое интересное. Случай – это псевдоним Бога. Так, кажется, говорится в одной хорошей пьесе. Знаете, вы тонкий психолог и опасный человек. Я не пойду с вами ужинать. Иногда лучше сделать и пожалеть, чем всю жизнь жалеть о несделанном. Мой телефон начинается с трех первых цифр года рождения Харуки Мураками, а заканчивается годом смерти одного русского поэта. Засвети же свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты. Удачных поисков в интернете. Привет, Машкинс. Доброе утро, Артем Андреевич. Журналы возвращаю. Держи, закачаю все, что я сегодня снял, и покажи мне. Ладно. И еще, мне нужен день рождения Мураками и точная дата, когда умер Бродский. Какой Бродский? Иосиф Бродский, Маша, в России был один. В твоем возрасте надо бы это знать. А то у вас от этого глянца мозги скоро совсем на бекрень съедут. Я, Артем Игоревич, глянцевые журналы только на работе читаю. И то по вашему указанию, чтобы знать, как развиваются конкуренты. Машкинс. Да ну вас, Артем Игоревич, вас никогда не поймешь. Когда вы серьезно говорите, а когда шутите. Про Бродского и Мураками не шучу. Влезь в интернет. Здравствуйте, Артем Игоревич. Здравствуйте. Как дела? Снимаем, снимаем. Молодцы. Здорово. Все по плану? 14 гримов, 15 съемка? Да, конечно. Привет. Я думал, ты сегодня уже не появишься. Ну. Как тетушка? Приехала, встретила? Приехала. Как она? Не сильно постарела? Помню, когда-то была такая штучка. Она и сейчас штучка. Сломаешь. Привезла 20 чемоданов барахла и сразу начала всех строить. Богатенькая, значит. Ага. Вот скажи мне, почему одним все и женщины любят, и дома никто не пилит? Тети в Америке наследство готовят, а другим ничего. Не волнуйся, наследство от Жанны мне не светит. Она ведет здоровый образ жизни, пьет один свежевыжатый сок и ест только траву. Так что переживет нас всех. Мазила. Ладно, я к себе, потом в студию. Давай, подходи тоже. Окей. Взгляд на меня. Смотри прямо в объектив. Объектив. Объектив это твой парень, мужчина всей твоей жизни. Страсти. Ты часто должна его соблазнить. Твои глаза должны светиться. Он пришел к тебе, и ты его никому не отдашь. Больше страсти в глазах, крошка. Ты ждала этого момента. Смотри, смотри, смотри. Поиграй, поиграй. Страсть, ну где страсть, где страсть? В глазах не вижу страсти. Теперь ты должна его соблазнить. Поменяй позу. Ну, я, я не вижу страсть. Где? Где страсть? Так, еще немного сексуальней. Добавь, добавь страсти. Ну, ну. Поменяй позу. Наклонись немного и смотри на меня. Так, стоп. Перерыв. Передохните пару минут. Выключите свет. Что это мы снимаем? Ну, как что? Ярмарка во Франкфурте. Так. Лицо пекинской капусты на билборды. Кто утверждал модель? Ну, я не хотел тебя дергать. У тебя и так проблем хватает. Это же на ярмарку. Во-первых, это во Франкфурт. Во-вторых, это крупнейшая осенняя ярмарка в Европе. Вы у меня работаете уже больше года. Для меня это значит, что вы должны были чему-то научиться. И понимать, что вы делаете. Зоя! Да. Пусть девушка отдохнет. Предложи ей чаю или еще чего-нибудь. Какая страсть в глазах? Нам заказали рекламу пекинской капусты, а не мужского дезодоранта. Если вы отобрали модель, которой нет еще 16 лет, о какой страсти в глазах можно говорить? Откуда она это знает? У нее глаза с загнанной ланей. Ей уже 17 лет, и она прекрасно сложена. Так, ладно, проехали. Будем менять тактику. Работаем над образом веселой, молодой пекинской капусты. Ваша задача ее развеселить. Давайте пока отдыхайте и за работу. Я освобожусь, присоединюсь к вам. Артем Игоревич, вот вам мураками родился он в 1949-м, а Иосиф Бродский умер в 1996-м. Спасибо. Какие будут распоряжения насчет Дельфинария? Отменяем? Что значит отменяем? Да, забыл тебе сказать. В Дельфинарии объявили карантин, поэтому мы с ним отниможем, нас кто не пустит. Либо нужно переносить съемку, либо искать другие решения. А что тут думать? Выше головы не прыгнешь. У нас безвыходная ситуация. В жизни бывает только одна безвыходная ситуация, если ты умер. Чего ты крестишься? Ты же заядлый атеист. А что ты глупости говоришь? Здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Я не глупости говорю, а хочу тебе напомнить, что у нас есть определенные обязательства. Артем Игоревич, я закачала все ваши сегодняшние снимки. Давай посмотрим. То, что надо. Не хватает средств к существованию. Решил подработать уличным фотографом. Хочу сделать приятное одному человеку. И опять этот человек, женщина. Слушай, а почему бы тебе, когда ты едешь на работу, не подвозить мужчин? Очень смешно. Мне всегда казалось, что эти цыпочки млеют только от одного взгляда на твой кабриолет. Поэтому не обязательно их фотографировать. Бери и пользуйся. Ну ладно, рассказывай. Кого собрался охмурять в этот раз? Никого я охмурять, как ты выражаешься, не собрался. Просто я смотрю по сторонам и вижу красоту. Ну а так как я мужчина, то естественно, что мое внимание больше привлекает женщины. Ой, ты думаешь, им твое внимание нужно, да? Сначала да. А потом им муж нужен, который будет их обеспечивать и удовлетворять их капризы. Ну это философский вопрос, кто кому и зачем нужен. Чем дельфинарий заменять будем, а? Завалим фотосессию. Пойду пить кофе. После кофе меня часто посещают гениальные геи. Ну да. Только вот начальство не способно этого оценить. Мозила. Жанночка, как квартальный отчет? Работаем, Артем Игоревич. Пусть и... Машуля? Да. Я в павильон. А то в Европе перестанут покупать пекинскую капусту и на нас подадут в суд. Артем Игоревич, звонили из журнала «Фонтан». Просят хороший портрет Живанецкого. Я посмотрела в архиве, у нас есть. Дадим? Фонтан? Фонтан. А ты не в курсе, городской фонтан еще не законсервировали? Нет, мы только там гуляли в субботу. Ага. Надо снимать в бассейне. Снимем, потом поплаваем. Клевая идея. Да нет, Егор, не очень клевая. Значит так, будем снимать фонтан городского сада. Хорошо. Там народу полно. Мы всех не сможем разогнать. А в фонтане вода 15 градусов. Ни одна модель туда не полезет. И если мы собираемся снимать полуголую модель в центре города, нам нужно разрешение мэрии. Мы не успеем там ничего организовать. Воду в фонтане можно подогреть. Модель надо уговорить. Свет будем выставлять на дублёрш. Ну, а мэрию, Егор, берешь на себя. Нет дельфинарии, не надо. Сделаем еще лучше. Умница, Машкин, с хорошей идеей. Бред какой-то. Ладно. Привет. Ух, какой ты молодец. Как же Анна, проснулась уже? Проснулась только, что сейчас ужинать будем. Я столько вкусного приготовила. Как дела у заморской гости? Ой, привет. Через 10 минут буду в форме. Только сделаю несколько упражнений. А это что еще за чудо природы? Это? Ага. Увлажнитель. У вас же воздух такой сухой. И ты под эти звуки можешь спать? Я же в наушниках сплю. Да. Далеко шагнула западная цивилизация. Иди, иди, не умничай. Мне надо несколько упражнений сделать. Жанночка, ты же голодной останешься. Хочешь, я тебе головцов положу? Капуста мягкая, фарш нежнейший, а? Фарш с рисом? А что, ты рис не ешь? Рис ем. Но не с мясом же. Белки с углеводами, это вредно. Давай вот эту курочку. Там уж точно углеводов нет. Там только яблок, изюм и курага. Конечно, конечно. И холестерин в вашей голове. Я не понимаю, как вы так можете питаться. Ох. Ну, хорошо, хорошо. Съем я твою курочку. А вот это что? Грибочки варенованные. Спасибо, мамуль. Мамуля, очень вкусно, приятного аппетита. Спасибо. Ну, как? Удар по печени, по сердцу и по нервам. Что, невкусно? В том-то и дело, что вы пьющие вкусно. Вкусно. Вот. И столь же вредно. Не представляю, как вы так можете питаться. Ой, хорошо питаемся. Я не слишком обременила вас поисками номера моего телефона? Нет, что вы. Задача была вполне посильной. Пожалуйста. Благодарю вас. Прежде чем я покажу вам фотографии и будет решена моя судьба, вы должны поклясться на меню тайского ресторана, что будете объективны в оценке нашего совместного творчества. Клянусь. Угу. Да. Пожалуй, вы неплохой фотограф. А вы удивительно фотогеничны. В каждой фотографии видны какие-то черты вашего характера. Наверное, вы несколько часов работали над этими фотографиями. Кажется, эта программа называется фотошоп? Здесь нет никакого фотошопа. Это вы. Такой вы были сегодня днем. Сейчас вы уже другая. И какая же я сейчас? Сейчас загадочная, неотразимая. А днем я была? Грустная, недоверчивая. А помнишь Валика Счастливцева? Ну, он с шестого класса за тобой бегал, помнишь? Ну-ка, 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 дай посмотрю. Ну, что ты, он теперь директор молокозавода. Такой пузатый, важный стал. Какой красавец. Ксюшенька, ну, иди спать, иди. Сидишь, деваешь. Завтра поговорим. Иди. Ну, прости, прости. Ну, посидим еще чуть-чуть. Темочку своего дождаешься, да? Раньше ждала. Теперь не жду. Слушай, а что у него происходит на любовном фронте? Ты знаешь, Жанночка, не знаю. Вот мне кажется, что он никого не любит. Угу. Ну, по-настоящему. Ну, это мне так кажется. Избалован он слишком женским вниманием. И ты его тоже балуешь. Кормишь, заботишься о нем, как о маленьком ребенке. Но мне нравится за ним ухаживать. Это же мой сын. Ну, ты же нянчишься с ним, как с младенцем. Ну, это еще неизвестно, кто с кем нянчится. Ты знаешь, он обо мне так заботится. И в магазин ходит. Он мне путевки в санаторий достает. И нарядами. Балует, знаешь. И потом мы же... Мы же на его деньги живем. Ну, ну и что? Ты его вырастила, воспитала. Правда? Теперь его очередь за тобой ухаживать. Ксюш, у тебя что, чувство вины появилось? Знаешь, у нас в Америке в таких случаях ходят психоаналитикам. Ну, что ты говоришь? Да вот то и говорю. Я считаю, что у Артема должна быть настоящая полноценная семья. У него должна быть жена. У него должен быть ребенок. И наша с тобой задача ему в этом помочь. Хорошо. Что можно сделать? Ну, для начала нужно с ним поговорить. Он же не всегда такой был. Не всегда. Пригласишь меня на кофе? Я не пью кофе. Ну, у меня есть зеленый чай. Ну, вот скажи, Ксюш, был Артем хоть раз по-настоящему влюблен. Знаешь, думаю, да. В Комаровске, когда он в школе учился, у него была девочка. Катя. Одноклассница его. Правда, потом, когда мы переехали, он очень долго не мог забыть ее. Буквально места себе не находил. Почти каждый день писал ей. Чем все это закончилось, я так и не поняла. Он эту тему говорить не хочет. И вот с тех пор, мне кажется, у него ни с кем никогда никаких серьезных отношений не было. Завтра мы с тобой разработаем план, и у нас все получится. Ладно, сестричка, иди спать. Да, пойду. Иди, иди. Доброе утро. Доброе утро. Представляешь, проспал. Обычно со мной такого не происходит. Ты давно проснулась? Да, ты так крепко спал, мне не хотелось тебя будить. Кофе я так и не нашла. Есть только чай. Да, ничего страшного. На чай тоже времени нет. Жутко опаздываю. Для меня очень необычно сложились наши отношения. Но ты не волнуйся. Тебя это ни к чему не обязывает. Не говори глупостей. Я бы с удовольствием остался, но... Я понимаю. Я в душ, дверь захлопнешь. Если ты захочешь меня увидеть, адрес и телефон ты знаешь. Можете пауэп. Субтитры сделал DimaTorzok Жанна, что это было? Это специальный комплекс упражнений для сохранения фигуры, бодифлекс. Давай научу. Да ты что? Мне уже и сохранять-то нечего. Да, я смотрю, распустила ты себя, сестрица. Тебе бы похудеть килограмм на двадцать, цены бы тебе не было. И сразу бы блеск в глазах появился, тонус в жизни и смысл. Я даже представить себе не могу, как бы я выглядела, если бы я делала то же самое. Да, выглядит не эстетично, зато эффект сразу виден. Да я ведь тоже пугался поначалу, но я его приучила. Я тебе мешать не буду. Ты куда-то уходишь? На утреннюю пробежку. Я уже пять лет бегаю. Какая же ты молодец, не то что я. А ты на работу собираешься? Не-а. Мне сегодня к одиннадцати. Отлично. Значит, побежим вместе. Это исключило. Ты посмотри на меня. Какой я за меня бегун. Я и по лестнице-то с трудом поднимаюсь. А дышка замучила в последнее время. Так тем более нужно собой заняться. Ты посмотри, ты молодая женщина, а ведешь себя как пенсионерка. Так мне и есть до пенсии три года. Не смей мне это говорить. Не хочу слышать, поняла? Давай, давай, переодевайся. У меня спортивного костюма нет. Нечего. В брючках побежишь и в маечке. Давай, 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 давай. А то через два года до инфаркта тебя доведешь. Пошли. Что ты тут командуешь? Ты младше меня, а всегда мной командовала. Я никуда не побегу. Ну, Ксюш, бегать не буду. Ну, что тебе сказать, моя дорогая? Ты в отвратительной форме. Разве можно себя так распускать? У нас в Америке женщины в твоем возрасте еще уху-во, какие секс-бомбы. У них любовники по возрасту им сыновья годятся. А ты что, как старая кляча. Дом-работа, дом-работа. И не минута для себя, любимый. Ой, знаешь, не в любовниках счастье. Я и говорю, что не в любовниках. Ну, просто каждой женщине, слышишь, каждой женщине жизненно необходимо чувствовать себя привлекательной. Зачем? В поликлиниках больных очаровывать. Так они все женаты. Ой, или на ладом дышат. Ну, ничего. Мы будем искать тебе американского мужа. Не нужен мне никакой муж. Ни местный, ни американский. Да и потом я Тему не оставлю. Он без меня не сможет. Вот. Я уже об этом подумала. Тему надо женить, и тогда за ним будет ухаживать жена. Знаешь, это нереально. Я уже и не верю, что Тёма женится, подарит мне внуков. Ничего, ничего, ничего. Нелезрешимых ситуаций не бывает. Ты просто плывешь по течению, поэтому ничего в твоей жизни не происходит. А может, не надо ничего менять, а? Надо, Ксюша, надо. Давай, поднимайся. Переходим на бег. Женить надо нашего Казанову. А тебе надо встряхнуться и почувствовать себя женщиной, а не пристарелой квочкой. Ой, давай, давай. Вот сюда вниз. Вот, давай. Осторожно. Ой, спуск. Держись. Мам! Жанна! Жанна меня в парк вывела. А что голос такой странный? Плохо себя чувствуешь? Нет, 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 что-то, что-то, нет, это я бегаю. Я бегаю! Ты бегаешь? Ну, бегаю. Пытаюсь бегать. Кажется, я догадываюсь. В происке Жанны пытается обратить тебя в свою веру. Да нет, всё нормально. Всё нормально, я потом тебе перезвоню. Пока. Привет, Машкинс. Доброе утро, Артём Игоревич. Как идёт подготовка к съёмке у фонтана? Честно говоря, не очень. Так, рассказывай. Никого из интересующих вас моделей сейчас в городе нет. А Татьяна, которая должна была сниматься в дельфинарии, фонтан не полезет. Почему не полезет? Потому что в фонтане вода 13 градусов, и подогреть её не удастся. С мэрией есть тоже проблемы. Егор же должен был договориться. Пока не получается. Так что, если вы сейчас не подключитесь к процессу, съёмка может сорваться. Ладно, пойду разбираться. Плохо всё это, Машкинс, плохо. Всё готово? Да, всё нормально. Ты что, забрал весь свет из съёмочной группы? Ничего, у них всего тело годной. Привет, Аржи. Добрый вечер. Нужно двоечкой подсветить воду сильнее. Сделать её контровой. Макс! Помоги ему! И заменяй этот фильтр голубой на мазе. А вот там? Миша, давай, стивай! Артём Игоревич, модель готова. Отлично. Всё хорошо. Ну что, готовы? Да, мы готовы. Пошли. Подожди, под аппарат накрыть. Валера? Всё, пойдёмте. Дай мешок. А, есть. Да-да-да-да. Накрываем. Папиталя, вот так, вот там, там. Ну что, настал звёздный час? Прошу вас. Холодная. Леночка, вы прекрасны. Спасибо. Артём Игоревич, можно мне поснимать рабочие моменты? Поснимай. Только вспышку выключи. Спасибо, я выключу. Ну давайте в воду уже! Молодец! Держи, держи. Молодец! Умница! Смотри туда, туда смотри. Не упади осторожней. Сядь, вот туда присядь. И ногу на эту штуку. Тапочек скинь, ногу сюда закинь. Молодец, молодец. А обе ноги туда, обе ноги туда. И склонись, как калёнка. Обе руки наверх. Ты в фонтан. Глядь на меня. Молодец. Вот, умница. Отлично. Отлично. Ага. Ещё. Ещё. На меня. Руки вверх, руки. Вот так. Да, вот это классно. Обалдеть. Во, 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 вот это супер, мне нравится. Вот это замечательно. Серьёзно? Ты думаешь? Замечательно. А мне нравится, почему? Нет, та лучше. Нет, та лучше. Ну что, за успех нашего безнадлежного дела, ура! Ура! Тут к вам молодые люди. Я им говорил, что фирма уже закрыта. Но они... Нам нужно поговорить с Тарасовым Артёмом Егоровичем. Егоровичем. Игоревичем. Простите, Игоревичем. Я вас слушаю. Нам нужно посмотреть фотографии, которые вы сделали сегодня в городском парке. Простите, а вы кто? Мы можем объяснить вам всё в приватной обстановке. У меня нет секретов от своих сотрудников. Можете говорить здесь. Считайте, что мы некая охранная фирма. Мои фотографии являются интеллектуальной собственностью. Я не собираюсь вам их показывать. Во всяком случае, до тех пор, пока у меня не будет веских оснований. Считайте, что у вас есть веские основания. Ведь вам не нужны лишние проблемы. Вы мне угрожаете? Ни в коем случае. Но вы ведь понимаете, что если мы пришли, мы посмотрим фотографии. Мы представляем очень влиятельного человека. Ну, если у вас такое влиятельное руководство, я думаю, вам не составит труда сделать всё законным образом. Ну, что ж. Думаю, мы продолжим этот разговор завтра. Будем считать, что вы просто перевозбудились на съёмке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Работаем! Внимание! Прямо прогнулся. Волосы прямо, чтобы полетели. Вот! Идеально! А ногу подними! Неси, ты машину сюда! Давай! Да-да! Невозможно удержать! Невозможно! Вот так! Отлично! Ксюша! Ксюш! А почему ты без спортивного костюма? Мы с тобой что, зря его вчера покупали? Или ты в юбке бегать собираешься? Я сегодня бегать не собираюсь. Мне на работу в первую смену. Ну, ну и хорошо. У тебя работа сидячая. А небольшая пробежка перед работой просто жизненно необходима. Но я не успеваю. Завтракай без меня. До вечера. Приветствую, Тимофеич! Добрый день! Доброе утро, Иван Кузьмич! Доброе-доброе! Какие мысли по поводу мирового финансового кризиса? Да вся эта чепуха вся. Нет никакого кризиса. Как-то нет! Работать надо и все. А работать никто не хочет. Хотят деньги в банк положить и на проценты жить. Все потребители вестали, а производить никто не хочет. Ты прям как по Казьме Пруткову. Зришь в корень. Ну, а как же. Он же почти мой полный и тезка. Это точно. Ладно, Иван Кузьмич, пойду за машиной. Счастливо. Прошу вас. Маша, покажи, пожалуйста, вчерашнюю фотосессию. Может, сначала Артему Игоревичу позвонить? Показывай, Маша, показывай. Артем Игоревич возражать не будет. Ну, хорошо, присаживайтесь. Прошу. Спасибо. Прошу. Прошу. СТУК В ДВЕРЬ Нашли что-нибудь любопытное? Вы были правы. Фотографии замечательные. Но для меня, к сожалению, совершенно бесполезные. Еще раз спасибо вам за оказанную помощь. Да не за что. Всего вам доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Доброе утро. Привет. Здравствуйте. Доброе утро, Артем Игоревич. Кто это был? Не знаю, мне его не представили. Да все в порядке. Людям нужно было помочь, и я показал вчерашнюю твою фотосессию. А ты знаешь, что было вчера ночью в офисе? Да, знаю. Мне Маша рассказала. Угу. Давай-ка зайдем ко мне. Что происходит? Кто этот человек? Это Павел Афанасьевич, юрист. У его клиентов проблемы с ребенком. Просил показать вчерашние снимки. Я показал. Ты показал. А ты знаешь, что он приехал в сопровождение амбалов, которые здесь были вчера. И они ждут его внизу. Да, но он все объяснил. Извинился за вчерашнее поведение. Он проводит частное расследование. Вот, кстати, его визитка. Милейший человек. Что за расследование? Ищет сбежавшего из дома подростка. Его вчера видели в городском саду, и он хотел посмотреть, не попал ли он к нам в кадр. Меня ничего не смутило, я показал. Ты хоть документы у него спросил? Слушай, ну ты что, обиделся, что я показал фотографии, несмотря на твой вчерашний отказ? Егор, я не обиделся. Мне очень не нравится то, что я вчера отказал, а ты сегодня разрешил. Давай все-таки я буду решать, что будет происходить в моей компании. Хорошо, босс, я все понял. Извини. Могу, вы свободен? Можешь. Машкин, я в кафе съем что-нибудь. Конечно. Ничего, я подожду. Доброе утро. Доброе. Вы не возражаете, если я составлю вам компанию? Совершенно не умею есть в одиночестве. Присоединяйтесь. Спасибо. Разрешите? Конечно. Спасибо. На здоровье. Вы похожи на голливудскую звезду, заглянувшую к нам на чашечку капучино. К сожалению, в отличие от голливудских звезд, я не могу удовлетвориться одной чашкой капучино. Почему же, к сожалению? Ну, потому что это вы, мужчины, можете позволить себе быть гурманами и не думать о лишнем весе. О каком лишнем весе вы говорите? Вашей фигуре позавидовала бы сама Афродита. А вы знаете, как тяжело мне сохранять эту фигуру при моем хобби? Если не секрет, что за хобби? Не секрет. Кулинария. И какое же фирменное блюдо? Недавно я освоила блюдо болгарской кухни. Называется гювеч. Гювеч. Не пробовали? Здесь очень вкусно готовят. Пробовал. Только не здесь. В Болгарии перед запеканием в него добавляют вино и несколько листиков мяты. В сочетании с перцем и грибами вкус получается просто незабываем. А вы гурман. А я привезла из Италии совершенно необычайный рецепт. Так. Берутся мясистые спелые помидоры, зажариваются в масле с луком и чесноком, потом туда добавляется бульон, кубики белого хлеба, потом все это запекается под сыром пармезаном. Интересно. Да. Не знаете, у нас где-нибудь можно попробовать такое блюдо? Вряд ли. Но я могу вас научить. Отлично. Сегодня вечером? Сегодня я работаю допоздна. Ммм, жаль. Раньше девяти не освобожусь. Блюдо приготовлено и после заката солнца имеют особый вкус. Вы кушайте, а то остынет. Артем Игоревич, вас ожидают. Добрый день. Вы ко мне? Да. Проходите. Присаживайтесь. Чем могу быть полезен? Анастасия Сильванова, прокуратура области. Я совершил что-то противозаконное? Возможно. Но мне об этом пока ничего не известно. Я расследую вчерашнее происшествие в городском саду. Нам стало известно, что ваша компания проводила там вечером фотосъемку. Нам нужна ваша помощь. А что там произошло? Пострадал юноша. Ножевое ранение. Я об этом ничего не знаю. Дело в том, что пострадавший находился в толпе наблюдавших за вашей съемкой. И у него произошел какой-то конфликт, и его ударили ножом. У нас есть подозреваемый, но он отрицает, что был в этот момент на месте преступления. Вы простите, но я до сих пор не понимаю, чем могу помочь. Возможно, к вам в кадр могли попасть случайно люди, которые находились возле фонтана. Мне необходимо посмотреть весь отснятый материал. Вообще странная история с этими фотографиями. Вы уже не первые, кто ими интересуется. Что вы имеете в виду? Вчера после съемки к нам в офис заявились двое громил и потребовали показать весь отснятый материал. Я им отказал. А сегодня с утра в мое отсутствие появился вежливый, улыбающийся человек, некий юрист Павел Афанасьевич, и убедил моего помощника показать эти снимки. Значит, фотографии уже кто-то видел. Да. И, судя по всему, ничего интересного для себя там не обнаружили. Тогда вам не составит особого труда показать их мне. Не составит. Для этого нужно пройти в приемную, а не в компьютере у моего секретаря. Маша, покажи, пожалуйста, Анастасию Викторовне снимки, сделанные нами в горсаду. Хорошо, пожалуйста, присаживайтесь. Присаживайтесь. Спасибо. Привет. Как дела? А как у меня могут быть дела? Лежу тут в гордом одиночестве, поскольку у вас на меня нет времени. Жанна, я работаю. Тема тоже. Кстати, об Артеме. Я придумала, как заставить его повзрослеть и жениться. Есть хочу, умираю. Пойдем на кухню, там расскажешь, что придумала. У меня складывается впечатление, что вы только для того и живете. Чтобы есть. На ужин у нас только здоровая еда. Все по твоим рецептам. Вставай. Большое спасибо. Очень жаль, что к вам в кадр не попал ни один зритель. Да. Артем Игоревич, а я ведь тоже снимала. Вы снимали на другой фотоаппарат? Да. В то же время? Ну, я снимала рабочие моменты фотосессии, и публика попадала в кадр. А могу я посмотреть ваши фотографии? Конечно. Конечно. Вот, пожалуйста. Угу. Нет. Нет, не то. Стоп! Вот те люди, которые нас интересуют. Здорово. Маша, вы, вы просто умница. Вы могли бы сбросить все, что вы снимали на диск? Конечно. Конечно. К вам приходили люди, работающие на Перовского. Угу. Вам о чем-то говорит эта фамилия? Абсолютно ни о чем. Это очень влиятельный человек в нашем городе. А на снимках, которые мы смотрели, его сын. Рядом с пострадавшим. И это для нас очень важная улика. Вот мои координаты, на случай, если что-нибудь вспомните. Или, может быть, к вам снова кто-то придет. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Маша. Возьми. Долго ты будешь свою жизнь у плиты тратить? Отдохни, займи собой. И Тему избавь от постоянной опеки. Извини. Извини, но я это не смогу. Надо. А начнем мы вот с чего. Ты же обещала мне взять неочередной отпуск, пока я здесь. Вот и возьми, недели на две. Поедем на дачу. А Темочка здесь останется один. Хлебнет холостяцкого быта. Может быть, начнет тебе искать подругу жизни. На две недели меня никто не отпустит. Меня просто заменить некому. А отгулы взять сможешь? Не знаю. Ну, дня на два, на три. Надеюсь, отпустят. Бери, сколько дадут. Мы же договорились действовать по плану. Не знаю, не знаю. Не нравится мне эта затея. Ксюша, ну, как тебе не стыдно? Мы столько лет не виделись. Я к тебе летела через весь океан. А тебе жалко уделить мне каких-то несчастных четыре дня. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, поедем мы на дачу. Если тебе так хочется. Сегодня попрошу Тему, чтобы завтра нас отвез с утра пораньше. Нет, нет, нет. Нет, ни в коем случае. Он ничего не должен знать. Если он отвезет нас на дачу, то может захотеть достаться, переночевать. Или на выходные прикатит. И прощай, тактика со стратегией. Скажем, что уехали к знакомым. Каким знакомым? Ну, мало что ли у тебя знакомых? Немного. Немного, и он всех знает. Ну, скажем, что поехали к моим знакомым. Ой, не нравится. Засыплемся мы с этой твоей конспирацией. Да ты не паникуй раньше времени. Тёма приехала. Тёма приехала. Тёма приехала. Тёма приехала. Как себя чувствует? Ничего, спасибо. Привет. Привет. Да. Медленно, но верно превращаемся в травоядных? Нет. Нет. Переходим на здоровое питание. Да. Теперь так будет всегда. Сядь, сядь, сядь. Сядь, пойдешь. Да нет, мам, спасибо. Я не хочу. Тёма, сядь, поешь. Разговариваешь со взрослым мужиком. Сисюкаешь, как с ребёнком. Ну вот, теперь голодный останется. Вот. О чём мы с тобой договаривались? Это наш план действий. Пойдём, скажем ему, что уезжаем, пока он не убежал куда-нибудь. Пошли. Да, да. Можно? Нужно. Тёма, я понимаю, что ты сейчас не в лучшем настроении, но я должна сделать важное сообщение. Надо же, как торжественно. Ты почти что левитан, тётушка. В общем, мы с мамой уезжаем на четыре дня, так что тебе хозяйством придётся заниматься самостоятельно. Куда это вы собрались? Жанин и друзья пригласили нас в гости на выходные. Ты не против? Чего я должен быть против? Надеюсь, твои друзья, они инструкторы по аэробике. А то загоняешь маму до полусмерти под видом укрепления здоровья. Я не собираюсь её загонять. Я хочу вернуть её к здоровому образу жизни. Ну, это я уже понял. И тобой тоже не мешало бы заняться. В каком это смысле? Скажи, а вот почему ты не хочешь познакомить меня и маму со своей девушкой? Да. Потому что я не самоубийца. То есть? То есть ты намекаешь, что со мной нельзя никого знакомить? Да нет. Просто я знаю, что нет ничего хуже, чем приводить девушек домой на смотрины. Они это воспринимают как прелюдию к браку, и отношения безнадёжно портятся. А что плохого в браке? В браке? Да, собственно, нет ничего плохого. Просто, когда женщины выходят замуж, они превращаются из прекрасных бабочек в ядовитых гусениц. А из мужей вьют коконы. Знаешь, в твоём возрасте лучше иметь гусеницу под боком, чем бабочку за окном. Или ты считаешь, что тебе девки будут до старости на шеи вешаться? Ты знаешь, на мой век хватит. Ой-ой-ой, хватит. Да ты что? С тобой, с тобой, пойдём. Пойдём, пойдём, я тебе покажу, где что лежит. Ты опять сегодня ночью не придёшь, а мы завтра с тобой можем разминуться. Не надо его трогать. Он опаздывает на свидание. Ты что, хочешь всё испортить? А я никуда не опаздываю. Просто если дома нормально не кормят, может, накормят в другом месте? Хватит подносить ему всё на блюдечке с голубой каёмочкой. Приятного травоядного аппетита. Всего доброго и тебе. Мы должны максимально усложнить его жизнь. Вам дайте гости. Здравствуйте. Добрый вечер, Тёма. Небось, на свидание. Тёма, когда это ты уже женишься? Жениться, тётя Наташа, нужно один раз и на всю жизнь. Так что спешка здесь неуместна. Жениться на скорую руку, обрести себя на вечную муку. Как вам нравится этот специалист? Специалист. Привет ночному гостю. Привет. Проходи. Мне показалось, что ты должна любить розы. Причём именно такие. Ты угадал. Я обожаю белые цветы. Проходи. Не пугайся, я только переехала, даже люстру не успела повесить. Это тоже тебе. Интересно. Спасибо. Что это? Разверни. Розовый перец. Где ты его достал? Ну что, будем варить суп? Или... Или... Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Привет. Не помешала? Нет. Всё самое интересное уже произошло. Ну рассказывай, как он? Ой, редкий экземпляр попался. Он ещё у тебя? Да? Куда он теперь денется? Так ты при нём это говоришь? Да нет, он в душе. Эх, везучая ты, Димка. Нет, дорогая моя, везение тут совершенно ни при чём. Я тебе всегда говорила, что для мужчины главное две вещи. Хорошая еда и хороший секс. А ты мне чувства, чувства. Ой, да ладно тебе. Он у тебя останется. Слушай, всё. Кажется, он выходит. Давай. Сейчас буду прокладывать путь к сердцу через желудок. Ну всё, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И чем это ты здесь занимаешься? Ничем. Готовишь провизию для любимого сыночка? Хм. Ну ладно, бог с тобой. Дожаривай. Возьмем с собой на дачу. Как на дачу? Ну, мы же должны чем-то питаться все четыре дня. А-а-а. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не торопись так. Вечером увидимся? Если честно, я еще не знаю, как у меня день сложится. А-а-а. Вот. Возьми. Что это? Это семейный тормозок на работу. Диночка, понимаешь, я сейчас не готов... К серьезным отношениям, и поэтому я не буду брать блинчики, которые ты мне приготовила. И вообще я никогда не встречаю с одной женщиной дважды. Ну, типа того. Прекрасно понимаю, и предлагаю остаться друзьями. Договорились? С тобой очень хорошо и легко. А могу я тебя как друга попросить о помощи? Конечно. Я третью неделю не могу прибить карниз. Ну, с карнизом мы что-нибудь придумаем. Отлично, договорились. Жду тебя к девяти, за мной ужин. Идете? Нормально, нормально. Я сам. О! Здравствуйте. Прямо как у нас в Калифорнии. Розовое такси. Надо же. Я не знал, что в нашем городе есть такое замечательное такси. Значит ли ваш комплимент то, что у нашей компании появился новый постоянный клиент? Ну, если на все вызовы будете приезжать именно вы, то я готов заказывать вашей компанией такси круглосуточно. Не нужно делать скоропалительных выводов. Если вы познакомитесь с остальными нашими сотрудницами, вы действительно рискуете потереть голову. Ну, все, Темочка, пока. Не скучай. Мы скоро будем. Пожалуй, я поеду с вами. Очень уж мне нравится это такси. Как это с нами? Провожу вас. А потом девушка отвезет меня обратно. Правда? Меня Артем зовут. Никаких проблем. Только вам придется оплатить обратную дорогу. Конечно. Ну, хорошо, хорошо. Пошутил. А теперь выходи из машины. Вот так всегда. Вот только встретишь девушку своей мечты, сразу найдутся люди, которые не дают этой мечте стать былью. Вот запомни, тетушка, возможно, сейчас ты повернула мою жизнь совсем в другую сторону. Девушка, я буду вас искать. Мам, если кое-кто будет заставлять тебя заниматься йогой или там... Ну, иди уже, иди. Я вызову такси и примчусь за тобой. Иди уже, иди. Счастливо. До свидания. Пока. Счастливо. Привет, есть минутка? Заходи. Планы хотел согласовать. С каких это борт и еду с собой возишь? Девушка приготовила. Неудобно было отказываться. Присаживайся, угощайся. То есть теперь твои наложенцы тебе еще с собой еду дают? А? А, блинчики? Ага. Будешь? Давай. Девочки, мы идем пить кофе. Вы с нами? Нет, работы полна. Ну, так хочется на него посмотреть. Ну, хоть одним глазочком. Ну, покажу как-нибудь. Викусь. Ну, кажется, я сорвала джекпот. Вика, мужик просто отпадный. Умный, сексуальный, обеспеченный. А главное, свободный. Ну-ну. Вот ведь парадокс. Я тебя знаю больше 20 лет, Тема. И до сих пор не пойму, что эти бабы в тебе находят. Почему они позволяют тебе так беззастенчиво себя использовать? Потому что я их не использую, а познаю через них мир. Каждая женщина как новая грань мира. И каждую из них я по-своему люблю. Отличная легенда. Надо будет на себе опробовать. Опробуй как-нибудь. Как-то все это подозрительно выглядит. А помнишь, когда ты с Геной начинала встречаться, он тебе тоже казался Аполлоном? Так, не напоминай мне об этом самодовольном уроде. Альполит Андреевич, ну такой интеллигентный, ну такой воспитанец. Старый извращенец. Викуся, нравится тебе это или нет, но мне кажется, наконец-то повезло. Ну, если бы ты к лучшей не сидела, то тоже бы кого-нибудь нашла. М-м-м. На. М-м-м. Угу. Артем Игоревич, только что курьер доставил почту, звонил Патрик. Просил, чтобы вы как можно быстрее с ней ознакомились. Спасибо большое. А почему вы в сухомятку? Может вам чай принести? Да. Хорошо. Хочешь блинчик? Нет, спасибо. Спасибо, Артем Игоревич. Да, брат, по-моему, ты попал. Если женщина так готовит для своего мужчины, явно собралась замуж. Как зовут? Дина. Угу. Дина, значит, решила тебя пригормить, как дикого зверя, а потом приручить. Ошибаешься. Мы заключили пакт о ненападении. Договорились, что будем просто друзьями. Угу. Ну-ну. Мужчин без недостатка в принципе не бывает. И наверняка у твоего этого сокровища есть тоже какой-нибудь изъян. Не без этого. Но с его небольшим изъянчиком я как-нибудь справлюсь. Угу. Какой изъянчик? Как и большинство холостых мужиков, он больше всего боится потерять свободу. Ничего себе изъянчик. Да такому только намекни о серьёзных отношениях. Всё, его как ветром сдует. Естественно. Поэтому нужно идти от обратного. Это как это? Предложить быть только друзьями. Никаких обязательств, никаких разговоров о высоких чувствах. И главное, никаких брачных перспектив. Вот этот вид прямоходящих я уже хорошо изучила. И что, ты хочешь сказать, что ты согласна на такие отношения? Ну, придётся потерпеть какое-то время. Пока он не привыкнет есть с моей руки и не поймёт, что лучше меня ему всё равно никого не найти. Ещё раз вас спрашиваю. Как могла эта публикация? Попасть на страницы вашей газеты. Павел Афанасьевич, я вам объясняю. Я недавно вышел из отпуска. Наверное, этот материал просто прошёл мимо меня. Не морочите мне голову. Номер вышел за вашей подписью. Я это проверил. Ну, у нас бывает так, что номер готовится допоздна, когда я уже дома. И его подписывает мой заместитель. Но я ему полностью доверяю. Может, это не совсем правильно. Вы читали, что здесь написано? Да, читал. После вашего звонка. Ну, и что вы по этому поводу думаете? Ну, если у вас есть неопровержимые факты, мы вам предоставим возможность опровергнуть. Значит так, господин главный редактор, сегодня же соберёшь всех своих клоунов и устроишь конкурс. Кто из них напишет лучшее опровержение этого пасквиля? Если послезавтра в газете не будет опровержения за подписью того же автора, можете паковать вещи. Это здание, между прочим, является муниципальной собственностью и давно нуждается в ремонте. А ремонт, как известно, дело затяжное. Здравствуйте, Катенька. Привет. Здрасте, Иван Евгеньевич. Вызывали? Заходи, присаживайся. Только что от меня вышел адвокат Перовского. Они там вне себя от бешенства из-за твоей статьи. И требуют немедленного опровержения. Иван Евгеньевич, я полгода собирала материал. Всё, что я написала, тщательно проверено. Это первая часть статьи, а во второй будут более вопиющие факты. Второй части не будет. Ты сейчас сядешь и напишешь опровержение, в котором принесёшь извинения за публикацию непроверенных фактов. Ну, вы же понимаете, что я этого делать не буду. Я написала правду. Зачем её опровергать? Да из-за твоей правды у нас закроют газету и всех нас уволят. Катенька, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Но мы не можем рисковать газетой и коллективом из-за твоих профессиональных амбиций. Да это не профессиональные амбиции. Это журналистская этика. Говорить нужно правду. Даже если это кому-то не нравится. Это бессмысленный разговор. Опровержение должно быть опубликовано. Если этого не сделаешь ты, сделает кто-нибудь другой. А может быть, кто-нибудь другой будет вести мою рубрику? Может быть. Значит, моя командировка от вашей редакции будет последней. Считайте, что моё заявление уже лежит на вашем столе. Катя, мне очень жаль. И мне очень жаль. Что вы готовы обманывать своих читателей, лишь бы остаться в этом кабинете. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ксюша, спускайся. Здрасте. Здрасте, Алёна Аханасьевна, здрасте. Где ты? Так, значит, сгибаешь ноги в коленях. Сгибай, приседай, приседай, давай, давай. И не рывком, а очень медленно. Выливаешь себе на макушку. Я не буду. Ну почему? Ксюша, ну я же тебе говорила, на пять лет помолодеешь. Что ты хочешь при свидетелях, да? Здрасте. Здрасте. Ну сколько ты будешь стесняться? Пусть привыкают к здоровому образу жизни. Ты как хочешь, я не могу при свидетелях. Давай, пойдём за дом. Пошли. Три? Нет, не могу. Ну почему? Нет! Ты же мне обещала. Нет, я не могу, я что-нибудь другое сделаю. Нет, ты мне это обещала. Не надо, я прошу тебя, не надо. Ну, раз. Что? Что, Ксюша? Ксюша, у меня это бывает, а? Сейчас, я Артёму позвоню. Сейчас не надо. Валидол? Не надо. Сейчас, валидол принесу. Ой. Ой. Ксюша, у меня это стало плохо. Ой. Ксюша, у меня это было нормально. Псюша, у меня это было. И так, я не могу. Странные у вас методы договариваться о встрече. Добрый день, Артём Игоревич. Появилась необходимость срочно с вами переговорить. Будьте любезны, выделите несколько минут вашего драгоценного времени. Ну, судя по всему, у меня нет выбора. Выбор есть всегда. Главное его правильно сделать. Чем могу быть полезен? Вчера между нами возникло досадное недоразумение. Мы обратились к вам с просьбой об услуге. Можно сказать о помощи. А вы нас обманули? С просьбой о помощи, как вы выразились, вы обратились не ко мне, а к моему заместителю. И, видимо, очень настойчиво. Так что он даже без моего согласия показал вам весь материал с фотосъёмки. Вечером того же дня, когда я побывал у вас в офисе, в милиции появились фото, которые могли бы нам очень помочь. От меня их скрыли. Следовательно, ваши люди солгали мне, когда заявили, что не существует других фотоматериалов с вашей фотосессией. Люди, Артёмович, так устроены, что обычно не задумываются, отчего у них в жизни всё так хорошо и гладко. Однако, когда что-то резко меняется, они понимают, что следовало быть осмотрительней и осторожней. Вы мне угрожаете, Павел Афанасьевич? Нет, Артём Игоревич, я вас предупреждаю. Подумайте, в конце концов, о маме, о тёте из Америки. Поехали в офис. Артём Игоревич, вы уже вернулись? Так, Володя, Валера, возьмите его, отнесите его, отнесите Артёма себя. У него гости. Что за гости? Те самые, которые вчера хотели посмотреть фотографии у фонтана. И сколько их? Трое, нужно что-то делать. Егор Андреевич! Вы что, меня идиотом считаете? Всё это я уже видел. Зачем вы мне показываете снимки, которые ваш заместитель показал мне ещё вчера? Я не понимаю, чего вы хотите от меня. Вы меня вынудили показать сырые материалы нашей последней фотосессии. Я вам показываю, хотя обычно этого никогда не делаю. Мне всё равно, что и как вы обычно делаете. Говорим в последний раз, я должен увидеть фотографии, которые не без вашей помощи попали в правоохранительные органы. Я не понимаю, о чём вы говорите? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Павел Афанасьич, нарушение неприкосновенности частной территории, статья 139 Уголовного кодекса Российской Федерации. Карается лишением свободы до двух лет. Вы некорректно трактуете статью 139. Ключевое слово в ней – жилище. А мы не посягали на жилище Артёма Игоревича. Да и в офис попали по его личному приглашению. Не правда ли, Артём Игоревич? Конечно, правда. И фотоаппарат тоже я попросил разбить. Павел Афанасьич, нам нужно пообщаться наедине. Вы предоставите нам свой кабинет на пару минут, Артём Игоревич? Разумеется. Подождите за дверью. На этот раз, Павел Афанасьич, вы попали в серьёзный переплёт. Налицо 179-я, часть 2-я. Повреждений или уничтожений чужого имущества. А если сильно постараться, и при наличии свидетелей, статья 116 и 127 идут прицепом. А как вы понимаете, у меня свидетелей полный офис. Жаль, что я не выгнал вас когда-то из института. Не пришлось бы выслушивать весь этот бред. А ведь вы были всего лишь заурядной троечницей на моём факультете. А в жизни всё меняется, Павел Афанасьич. Была троечницей, а теперь стала хорошим специалистом. А вот вы были порядочным человеком. А теперь... Я уничтожу вас. Вы приползёте ко мне в офис на коленях. И, может быть, месяца через три я возьму вас к себе убирать на этаже. Перед тем, как вы начнёте уничтожать всех и вся, я хочу вам сообщить, что фотографии, которые предоставил нам Артём Игоревич, подтверждают тот факт, что подозреваемые потерпевшей в момент совершения преступления находились в одном месте. Это даёт нам право взять под арест сына Перовского уже сегодня. Вы бы лучше подумали, как вы будете строить защиту в суде. А не тратили время на пустые угрозы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Прямо прогнулся! Лолосы прямо, чтобы полетели! Во! Идеально! А ногу подними! Принеси, да, машину сюда! Принеси, давай! Да-да, невозможно удержать! Невозможно! Вот так! Отлично! Спасибо, что приехали! Наше управление в соседнем квартале! Это было несложно! Если б не вы, не знаю, что бы они здесь учинили! Надеюсь, больше они вас не потревожат! Да! По поводу поврежденного имущества, пишите заявление! Хотите чай, кофе? Нет, спасибо! Мне пора! Я вас провожу! И как этот субъект узнал, что к вам попали фотографии, на которых есть сын Перовского? Перовский очень влиятельный в городе человек, и, вероятно, у него есть хорошие знакомые в нашей структуре! Ну, вы не расстраивайтесь! Вы нам очень помогли! И мы не оставим вас наедине с этими людьми! Спасибо вам огромное! Вы меня очень выручили! Вам спасибо! Вы нам очень помогли! Всего доброго, Маша! До свидания! Спасибо! Да, Дина, слушаю! Конечно, не забыл! Если честно, день был просто сумасшедший! Хотелось бы просто отдохнуть! У тебя отдохнуть? Ну, Мусака, конечно, это аргумент! Но потом я все равно домой поеду! Договорились? Хорошо! Привет! Привет! Строительные услуги на дому вызывали? Проходи! Ужинать будешь? Только когда заработаю! С карнизом сегодня не получится! У соседей заболел ребенок и просили не шуметь! Слушай, может, я тогда пойду? А то, если честно, очень устал! День был просто сумасшедший! Зато вечер будет восхитительным! Никуда ты не поедешь! Надо будет завтра утром больше времени уделить дыхательным упражнениям! Ничто так не влияет на сердце, как дыхательная гимнастика! Знаешь, дорогая, когда начинаешь чувствовать сердце, хочется только покоя! Вот что за первобытные представления! Знаешь, на Западе ученые даже больным, которые перенесли инфаркт, рекомендуют ходить и дышать, ходить и дышать! Интересно, как там Тёма? Вместо того, чтобы беспокоиться о Тёме, побеспокоилась лучше бы о средстве от насекомых! Нет, надо все-таки позвонить! Звони! Хорошо! Да, мамулечка, как вы доехали? Как тебе отдыхается? А у нас всё отлично! Ты-то как? Голодный сидишь, да? За меня даже не волнуйся, я накормлен и обласкан! Накормлен и обласкан? Ты не как с хорошей девушкой познакомился! Чем вы там занимаетесь? Наработалась, сижу, отдыхаю! Наработалась? Нет, 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 что-то я нагулялась, сижу, отдыхаю, мысли-то о работе, ну вот поэтому и заговариваюсь! Жанна опять там над тобой измывается? Нет, нет, у нас как раз наоборот, у нас идиллия! Смотри мне! Тут вот Жанна с тобой поговорить хочет, трубочку передаю! Ну что, племянничек, нашёл себе хорошую девушку? Глядишь, и дети появятся! Да что ты заладила всё, дети, дети! Ну ты смотри у меня, не найдёшь невесту, поисками займусь я! Ладно, Жанна, всё, давай, пока! Ну, что он сказал? Говорит, накормлен, обласкан, похоже, не врёт! Знаешь, когда он голодный, я его по голосу слышу! Вот я тебе говорю, что мы на правильном пути! Стоило нам оставить нашего красавца на один день, как тут же появилась какая-то хорошая женщина! Накормлен, обласкан, а не с какой-то там длинноногой финтифлюшкой! Все, сеанс массажа закончен, теперь в ванну! Ты меня замучаешь! Не возражать! Слушаюсь, моя госпожа! Ксюха! Ксю! Ксюха! Вставай! О! Ксюша! Ксюш! Давай, вставай! Ой, доброе утро, Павел Тимофеевич! Доброе утро! Доброе утро, Алёна Афанасьевна! Ох, не жалеет себя ваша сестра! Вот с самого утра надрывается! Да нет, надо делать какие-то американские упражнения! Здоровье укрепляет! Ага, понятно! Ксюша, давай спускайся! У нас по плану пробежка на речку! Может быть, сначала позавтракаем? Нет! Сначала пробежка, потом еда! Кто не бегает, тот ест! Лучше б в огороде покопалась! Толку было больше! Давай бегом за стол, пока всё с пыл и с жаром! Диночка, ты извини, но мне надо ехать! То есть, ты даже не попробуешь? Спасибо тебе большое, но мне действительно пора! А вечером мы увидимся? Вряд ли! У меня сегодня будет трудный день! Дина! Дина! Помнишь, мы договаривались оставаться друзьями? Помню! Просто хотела показать тебе интересное место! Что за место? Это ресторан-театр, сальса-кассино! Неужели в этом городе остались места, о которых я не слышал? А это закрытый клуб! Там администратором работает мой приятель! Живая музыка, великолепная вина! Может, сходим? Хорошо! Попозже созвонимся? Беги-беги! Вот увидишь, уже через две недели твоя жизнь неузнаваемо изменится! Одышка пройдёт, про сердце своё забудешь, кишечник начнёт работать, как часы! Цвет лица улучшится, вес уменьшится! Скажи, а ты, случайно, для тёток пенсионного возраста сказки не пыталась писать? Вот-вот! И про тёток своих пенсионных не вспомнишь никогда! Ну, если я про свой возраст забуду-то, то это уже точно болезнь! Альцегеймера! Просто здоровый образ жизни! Ну что, девчонки, перекур по кофе? Не, мы попозже! Ир, пойдём? Пойдём, да, с удовольствием! Что-то ты сегодня в настроении! Поссорились, что ли? Не поссорились! Просто я завтрак с утра приготовила, он даже не притронулся! Потом хотела на вечер договориться, он говорит, позвоню, когда смогу! Что собираешься предпринять? Ну, вечером идём в сальсу! Может, ему просто домашняя обстановка не нравится? Мне казалось, ты сальсу про запас держишь! На самый крайний случай! Кто знает, может, это как раз крайний случай и есть! Парниш, ты с характером попался! Машуля, я закончил парфюмерную серию! Можешь им отсылать! Только удали пятнадцатую, двадцать первую и двадцать седьмую! Можно? Молодец! Ну, как живётся в горлом одиночестве? Не скучно? Скучать не приходится! Сегодня иду в ресторан! Новая пассия? Ну, не то, чтобы новая! Не понял! Ты же дважды ни с кем не встречаешься! Всякое бывает! Погоди! Так, погоди, погоди, погоди! А это не та самая повариха, с которой вы просто друзья! Угадал! Вот это женщина! Лихо она взяла тебя в оборот! А я предупреждал! Предложение оказалось очень заманчивым! Закрытый клуб, отличная кухня, сальса! Нехило! Слушай, а давай я с тобой пойду! Ты же знаешь, я не любитель коллективных свиданий! Зря ты так! Ситуация у тебя щекотливая! И присутствие лучшего друга не помешает! Ты же ведь хочешь избавиться от этой поварихи? Ну, не то, чтобы избавиться! Да брось! Давай так, я за ней приударю, и получится так, что не ты ее бросил, а она тебя! Ни слез, ни истерик! Все чинно и благородно! А ты о своей ревнивой супруге не забыл? Вот скажи мне, ты сейчас зачем это спросил? Ну, так, музыкой навеяло! Я раз в жизни решил развеяться, а тебе вздумалось блюсти мою нравственность! Ты бы на себя посмотрел! А что мне на себя смотреть? У меня жены нет, я ей не изменяю! Так, а с чего ты взял, что я собрался Ленке изменять? Легкий флирт на стороне только укрепляет семейные узы! Да будет тебе это известно! Учту! И к тому же, если ты меня прикроешь и подтвердишь, что мы устраиваем банкет для наших японских партнеров, она ничего не запад возрит! Почему японских? Креативно! Ну что, договорились? Пожалуй, тебе действительно надо развеяться! Что? Алло! Привет, Дин! Это Артем! Привет! Очень рада тебя слышать! Слушай, у меня друг напрашивается в твой хваленый ресторан! Ты как, не против? Друг? И мой зам, по совместительству, жаждет приобщиться к латиноамериканской культуре и познакомиться с создательницей несравненных блинчиков! Так уж прямо и жаждет! Скажу больше! Алчат! Ну, ладно, бери своего друга! Меня! Что делать? Меня возьмите! Я тогда подругу с собой возьму! Угу! Отлично! Все, договорились! Тогда до вечера! Пока! Может, все не так плохо! Если решил тебя с другом познакомить, значит, у него серьезные намерения! Кстати, что там за друг? Не знаю! Кажется, его зам! Значит, тоже при деньгах! Готовься, амиго! Опа! Не вывихни себе ничего! Да ладно, поучи мне еще! И кейс садилась с авокадой сыром! Спасибо! Ну что ж, будем знакомы! Еще раз! Егор Тихонов! Очень приятно! Тихонов! Спасибо! Ты как будто на переговоры пришел! Ну, я на всякий случай! Ну, за знакомство! За знакомство! А я, Диночка, о вас только слышал? Да? И что именно? Я даже пробовал ваши восхитительные блинчики! Вот только одного не пойму! Объясните мне, пожалуйста! Вот как такая роскошная женщина, как вы, находит время, чтобы стоять у плиты! Ведь наверняка вас осаждают поклонники, поют серенаты под окном! Да что вы! Забрасывают амурными посланиями! Для любимого дела не трудно найти несколько минут! Никогда не поверю, что на ваши кулинарные шедевры уходит несколько минут! В них выложено столько души! Столько... языческой страсти! Пойдем танцевать! Пойдем! 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 Пойдем танцевать! Нет-нет, спасибо! Кирочка, позвольте! Опа! 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 Прошу прощения! Позвольте, я поухаживаю за вами! Поухаживайте! Вам вина еще подлить? Я б сейчас что-нибудь покрепче напила! Как насчет текилы? Я не пробовала никогда! Сейчас мы исправим это досадное недоразумение! Две текилы принесите пожалуйста! А вино вы не любите? Не очень! Да и мексиканскую кухню честно говоря тоже! Почему тогда согласились прийти? За компанию! Правильно сделали! Терпеть не могу быть лишним! Знаете как называют знатоков текилы? Текилеро! Испанские конкистадоры начали производить текилу в 16 веке! Перегоняя ферментированный сок агавы и называли ее мискаль! Мискаль? Угу! Спасибо! Благодарю! Больше! Берете лимон! Смазываете руку! Не сильно! Солью посыпаете! Солью? Именно так! Берем рюмку в руку! Говорим тост! За вас! Спасибо! Слизываем соль! Как? Нет! Пейте, пейте! Еще, еще, еще! Вот так! Лимон! Все, все! И жизнь становится лучше! У-ху! 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 Мы уже выпили! Хорошо! За прекрасных дом! Ну! Диночка! Диночка, вы позволите? Прошу! Конечно! Пойдемте танцевать! Пойдемте, пойдемте! От жизни надо брать все! Здесь и сейчас! Прошу прощения! У-ху! У вас такие глубокие глаза! Как два омута! В них хочется утонуть! Что-то случилось? Дино! Она меня убьет! Артем, я вас прошу, давайте вернемся к столику! Мы же не делаем ничего запретного! Пожалуйста! Тем более, что у нее есть кавалеры! Вы ее не знаете, она ужасная собственница! Но я же не ее собственность! К сожалению, у Дины на этот счет другое мнение! Артем, я вас очень прошу, давайте вернемся за стол, а? Может, я лучше поеду домой? Не уезжай, так прошу вас! У меня ужасно разболелась голова! Я хочу увидеть вас еще раз! Вам действительно этого хочется? Действительно хочется! Давайте пообедаем завтра вместе! Где? Здесь! В час дня! А куда же подевалась твоя партнерша? У нее разболелась голова! Ты и так вскружил голову, что она разболелась? Мы просто танцевали! И все? А если не все, то что? А давайте еще выпьем! Нет, вы знаете, у меня тоже разболелась голова! Артем, отвези меня домой, пожалуйста! Я вызову тебе такси! Я надеюсь, ты все-таки меня проводишь? Дин, спасибо тебе большое за вечер, но я действительно немного устал! Хочу отдохнуть! Диночка! Это легко исправить! Если вы позволите, я вас провожу с превеликим удовольствием! Я сомневаюсь, что это удовольствие будет обоюдным! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая женщина! Просто тигрица! Только я не укоротитель! Слушай, а я не понял, чего она так взвесилась? Из-за того, что ты запал на ее швабру подружку? Ничего ты не понимаешь в женщинах, Егор! У Вики есть изюминка! Да ладно, у кого? У этой гладильной доски изюминка? Темыч, ты извращенец! Все ядные и беспринципные! Ладно, пойду я расфлочусь и по домам! Ладно, давай! Он у тебя? Ты что, с ума сошла? Я спать ложусь! Я спрашиваю, он у тебя? Дин, да с чего ты взяла? Ты думаешь, я не поняла, что ты из ресторана сбежала, чтоб следы замести? Где вы потом с ним встретились, а? Ну, Дин, успокойся! Ну, нигде мы с ним не встречались! Сразу из ресторана я приехала домой и сейчас спать ложусь! Я одна! Викусь! Вот только не надо строить из себя оскорбленную невинность! Я, между прочим, тебя считала своей лучшей подругой! Я познакомила тебя со своим любимым мужчиной, а ты? Ну, а что я? Тина, ты чего? Ну, мы потанцевали! При чем здесь я? У нас ничего не было! А это теперь называется «ничего не было». А-а-а-а! А-а-а... Молодец. Чика, домой. Хорошо, если он познакомился с хорошей девушкой, которая годится ему в невесты. А если нет? Придется принимать меры. Какие меры? Я тут обзвонила своих знакомых, у кого есть молодые девушки. Дочери на выданье. Ты что, смотри, не хочешь устроить? Хочу. Вот хочу. Ой, сумасшедшая. Нет, Тёма никогда на это не согласится. А мы его спрашивать не будем. Позовём моих подруг с дочками. Пускай познакомятся. Может, понравятся друг другу. Может, что-нибудь сложится. И у тебя много кандидаток? Пока две. Одна здесь, другая в Комаровске. Моя давняя знакомая зазывает к себе. Говорит, что у него дочь умница, скромница. Ну, прям так расхваливает, что не терпится её увидеть. Если ты хочешь там появиться с Тёмой, забудь. Он о Комаровске и слышать не хочет. Да может, что-нибудь придумай. А пока по возвращении займёмся кандидатурой номер один. Мяч не удержал в руках. Он уже буквально перед самой штрафной исправился. Елёжа послал мяч вперёд. Ни секунды не теряя, заметил, что партнёр оказался открытым справа. Середина первого тайма. Пошла 26-я минута. Пока нет голов, но колоссальное напряжение ощущается. Игра смотрится. Егор, ты за хлебом сходил? Я позже схожу. Когда позже? Я тебя с утра прошу. Неужели трудно даже такое мало сделать? Ну, не нуди. Дай футбол досмотреть. Потом схожу. Знаешь, пока у тебя чего-нибудь дождёшься, проще самой сходить. Ну, вот и сходи. Ну, в один поворотом попадает соперника. Пусть исследует война. Чех, демонстрируй своего линия обращаться с Венчоном. Какие-то, что работают ногами. Махи! Слушай, ну на пять минут ты можешь меня оставить в покое? Извините, я, наверное, не туда попала. Ой, Диночка! Простите, это я не вам. Не узнал. Богатой будете. Егор, у меня к вам дело. Да-да, для вас всё что угодно. Понимаете, мне срочно нужно связаться с Артёмом. Я где-то посеяла его мобильный, а домашнего нет. Не поможете? Да о чем речь? Записывайте. Девять пять, два три, четыре, шесть. Так. Спасибо вам огромное. Да не за что. А как вы доехали вчера? Я за вас так волновался. Не стоило беспокоиться. У меня всё в порядке. Знаете, должен вам сказать, что хоть Артём мой друг, но... Он редкий идиот. Отпустить такую роскошную женщину одну в ночь, Диночка, вы заслуживаете лучшего отношения. Всего доброго. Приятно было с вами поработать. С кем это ты сейчас любезничал? Да это я общался сейчас с деловыми партнёрами. С каких пор у тебя в деловых партнёрах роскошные женщины? Да не у меня, у Артёма. Ты в Риврида не завирайся. Ну хорошо, если хочешь знать, я тебе всё расскажу. Просто это коммерческая тайна. Просто среди партнёров вчера на ужине была одна штучка. Японка. Почему японка? Русская. Ты же говорил, что у вас ужин с японцами был. Ну и что? По-твоему, японцы не могут взять на работу русскую бабу? Может, она там им помогает с местной спецификой разобраться? Может, любовница чья? Я не знаю. Мне без разницы. Ну вот, и Артём, значит, решил закрутить с ней шуры-муры. Так сказать, совместить полезное с приятным. Ну, у них там что-то не заладилось. Она посреди банкеты ушла. Сейчас мне позвонила. Зачем? Телефон Артёма узнать. Егор, ты что, меня вообще за дуру держишь? Телефона Артёма, значит, у неё нет. А твой есть. Откуда? Я понятия не имею. Эту Артёма надо спросить. Откуда у его любовницы мой номер телефона? Хочешь, я ему сейчас позвоню? Пожалуйста. Алло. Привет. Это ты сейчас только что звонил, молчал и дышал в трубку? Я что, похож на идиота? Ладно, прости. Что случилось? Мне только что позвонила твоя Дина. И просила дать твой домашний номер телефона. Ну, а Лена услышала наш разговор. И решила, что у меня с твоей Диной что-то есть. Ты можешь мне сказать, что она твоя девушка? Могу. Хорошо, я сейчас дам трубку. Алло. Лен, привет. Чё у вас там стряслось? Знаешь, до чего мой муженёк додумался? Застала его воркующим с какой-то тёлкой. И он имеет наглость утверждать, что это он не со своей, а с твоей любовницей общался. С какой любовницей? С Диночкой. Видимо, Дина меня разыскивает, а у меня мобильный телефон разрежен. Так что зря ты мужа ругаешь. Дай ему трубочку, пожалуйста. Да. И что, ты дал ей мой домашний номер? Ну, а что мне оставалось делать? Спасибо тебе. Так, ладно, всё, давай, пока. Молодец. Алло, это адресный стол? Девушка, будьте добры, мне очень нужен адрес одного человека. Девушка, будьте добры, мне очень нужен адресный стол? Девушка, будьте добры, мне очень нравится. Да, всё нормально. Но я же вижу, ты не в настроении. Ты не рад, что мы встретились? Не говори глупостей. Просто твоя подруга успела потрепать мне нервы. Узнала у Егора мой номер домашнего телефона, звонит и молчит. Она так просто от тебя не отстанет. Не думай об этом. Прости. Алло. Алло. Говорите, я вас слушаю. Ну, она неопределённая. М-м-м. М-м-м. Ой, простите, ради Бога, сейчас я всё, всё уберу. Господи. Ну, что ж вот так, а? Пожалуйста, не беспокойтесь. Мы сейчас всё устроим. Убери их со стола. Тысячи извинений. Поднимитесь, пожалуйста, в комнату ВИП-гостей. Обед мы подадим туда, а в комнате для гостей вы сможете переодеться. А через час мы вернём вам ваше платье как новое. Поднимайтесь, пожалуйста. Прошу вас. Возьмите ключи. Спасибо. Прошу. Субтитры подогнал «Симон» Слушаю вас. Здравствуйте. Знакомые мои, которые здесь? Молодой человек с девушкой. Да-да-да. И где они сейчас? Они в комнате для ВИП-гостей. На втором этаже. Очень хорошо. Давайте я вам помогу. Присаживайтесь. Пожалуйста, мартини. Да, конечно. Молодой человек с девушкой. Вот и все. Как дела? Мартини. Вкусно. Все нормально, я рассчитаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Мама! Мам, а еще остался мармелад, который мы покупали? Все, последний? Угу. Так, у меня тоже последний. На сегодня все, сладкого хватит уже. Мам, как шляпа. Отлично. Идите поиграйте, я пока поговорю с тетейной. Иди сюда. Все хорошо? Да, но мама, мне с ними скучно. Давай, 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 давай. Тетя Катя пришла поговорить. Как я обо всем этом мальчишкам тебе расскажу? Катя, да давно надо было уходить. Ты же сама говорила, что у вас отношения не клеятся. Да не могла я, Нин. Два пацана растут. Впереди переходный возраст. Им отец нужен. Ты смогла, когда ты ей не смогла. Тебе ведь тоже трудно было решиться. Ну и что, что трудно? Нормальных мужиков вообще не бывает. В молодости на них надеешься по глупости, а с возрастом от безысходности. И потом, все равно самой всего добиваться приходится. Никакой принц на белом коне к тебе не придет. Перевелись они все. Вымерли как класс. Так что какая разница, одной ребенка воспитывать или с мужем? Это сложнее. Но журналистскую зарплату я их не прокормлю. Ничего, ничего. Алименты будет платить. Он у тебя богатенький, Буратино. Нин, ты не понимаешь? Он юрист. Ну и что? Да я не получу от него никаких элементов. Он выкрутится из любой ситуации. Вот подлец, а. И ты еще с ним разговаривать будешь? Я не то, что разговаривать. Мне на него смотреть противно. Завтра отвезу мальчишек к маме в Комаровск. Вернусь. Буду искать квартиру. Я спрошу у своей двоюродной тети. Она сдает свою квартиру. Кажется, сейчас она пустая. Спроси, пожалуйста. Но если ничего не найдем, быстро. Ты у нас поживешь. В чесноте да не в обиде. Спасибо, нет. Ну за что спасибо? Спасибо. Ничего, ничего. Выдержим. Не переживай. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Внимание. Прямо прокнуться. Волосы прямо, чтобы полетели. Вот. Идеально. А ногу подними. Принеси ты машину сюда. Давай. Да, да. Невозможно удержать. Невозможно. Вот так. Отлично. Принеси ты машину. Похожу. Принеси ты машину. Принеси ты машину. Как ты меня нашла? Так и будем беседовать через порог. По законам гостеприимства должен тебе сказать, что рад видеть, но извини, не могу. Артём, я всё понимаю. Прости меня. Я сама не знала, как это случилось. Когда я увидела тебя с Викой, как-то само собой... Ну да, само собой, рука дёрнулась. А ты сам нарвался. Изменять мне с моей же подругой в месте, куда я вас привела, это подло. Дина, мы, по-моему, договаривались с тобой, что между нами нет никаких обязательств. Я тебе не муж и не жених. Я думала, что я смогу относиться к тебе как к другу. Но у меня не получается. Потому что я люблю тебя. Знаешь, чем отличается мужской эгоизм от женского? Мужчина хочет жить для себя. А женщина хочет, чтобы мужчина жил для неё. Зачем ты так со мной? Ведь нам было хорошо вместе. Ну неужели я тебе совсем-совсем не нравлюсь? Ну прости, я знаю, что не должна была ревновать тебя к Вике. Но единственное, чего я хотела, быть счастливой вместе с тобой. Дина, между нами всё кончено. Извини. Дина, между нами все кончено. Здорово! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не понял? А вы чего здесь делаете? Вы же собирались к знакомым А мы нагостились и решили сюда заглянуть Недалеко было Тема, ты чего приехал-то? Ты же сказал, что ты накормил, наблазкал Долго рассказывать С невестой поссорился? Так, никакой невесты не было Нет и не будет, ясно? Тема, ты куда? Машину загоню Сладковатые в ореге Кто это? Да есть одна претендентка на руку и сердце А также квартиру, деньги и все остальное Жан Минуточку Алло Здравствуйте, я могу поговорить с Артемом? Ой, вы знаете К сожалению Он не может подойти к телефону Почему? Он сына своего укладывает Какого сына? Ну, Диму, средненького своего сына Он такой беспокойный Только Тема может с ним справиться Ничего не понимаю, у Артема есть дети? Да, конечно И они очень соскучились по папе Папа все-таки не было дома несколько дней А вы, извините, кто? Послушайте, я его законная жена Мы женаты 13 лет У нас прекрасная, большая семья Еще вопросы есть, девушка? Нет? Браво, браво Все Больше это претендентка На замужество, квартиру, машину и прочие другие вещи Звонить тебе не будет Потрясающе Вот теперь ты понимаешь Почему мужчины, которые не женаты Живут на 20 лет меньше, чем женатые Да Тема, не в службу, а в дружбу Я тебя прошу Завтра вечером побудь с нами Ну и зачем? Ну, ко мне должна прийти одна моя подруга И подруга, конечно же, придет с юной, красивой, незамужней дочкой, да? Ну, ты просто читаешь мои мысли Конечно Ну, ты не беспокойся, тебя это ни к чему не обязывает Правда? Ладно Но только ты сама сказала, что это меня ни к чему не обязывает Поняла? Запомнила Жанночка, может быть, мы сегодня поедем? У нас завтра гости Надо подготовиться Нет, ну, куда? На ночь глядя Завтра поедем, утром Мам, с тобой все нормально? Немножко Ой, подожди сейчас Я валидол У нее уже было так Ничего, ничего Ничего, сейчас пойдет Сейчас пойдет Может, скоро? Сейчас Подвезык Все хорошо Может, прилежешь? Субтитры сделал DimaTorzok Привет Привет Слушай, что так долго возишься с этой индийской барышней? Подумаешь, постер на текстильную выставку Денег три копейки А времени потратили, как на обложку дорогого глянца Машкинс, проконтролируй, чтобы Джоя быстрее отправили Она уже опаздывает Артем Игоревич, рассуждайтесь Всегда нужно думать на шаг вперед Какой сейчас год в России? Какой год? Год Индии И вообще, нужно поплотнее законтачить с нашими индийскими друзьями А, тогда другое дело Да, слушай, ты извини, что я дал твой домашний телефон Дине Просто она так убедительно говорила, что он у нее где-то был Я поверил Ты же знаешь, я никому домашний номер не даю Если по личному вопросу, то на мобильный, по делам в офис Да знаю, знаю Не сообразил как-то Слушай, ну извини Ну ладно, проехали И что ты теперь с ней будешь делать? Кобылка-то норовистая Вообще, когда-то такие девушки были очень даже в моем вкусе Уже ничем помочь не могу Дина обрывала мне телефон, нарвалась на Жанну И та быстро ей объяснила, что у меня двое детей и я очень счастлив в браке Шутишь? Нет, не шучу Вообще, когда хочет, Жанна может быть очень убедительной Да Ладно, ты-то как? Ленка из дома не выгнала? Выгнала Я серьезно? И я серьезно Ночевал на вокзале? Ночевал бы Если бы не вынес мусор, не пропылесосил балкон И не повесил карниз Не выходные, а пытка Ладно, я пойду Давай Вам куда? Если вы серьезно, то мне Фурманова Фурманова? 80 километров от города Да, ну и что? На такой тачке за 30 минут дам чем? Вы простите меня, но у меня нет столько времени Ну, тогда к автовокзалу подбросите К автовокзалу с радостью Клевая тачка Мне нравится Я на таких еще не ездила А вы что, на ней подрабатываете? Хотя на таксистовы не очень-то похожи А вы, случайно, не маньяк? А то, может, я зря не поинтересовалась Не спросила, кто вы, что вы Нет, не маньяк Хотя вы правы Частным извозом я не занимаюсь Красивых девушек я, конечно, подвожу Но это исключительно из чувства Эгоистического альтруизма Замешанного на мужском поведенческом инстинкте А это для окружающих не опасно? Абсолютно безопасно Вообще, отпетые альтруисты Опасны только для своих близких Так что, если вы не собираетесь Выходить за меня замуж То вам ничего не грозит А что, интересная мысль Элеонора? Артем? Очень приятно Если не секрет Зачем так далеко едете? У моей подруги завтра свадьба Она попросила кое-что привезти Осень – хорошее время для свадьбы Передавайте подруге мои поздравления Спасибо, передам Я послезавтра обратно Если есть время, можешь встретиться Попробую найти Только заранее набери меня Чтобы я знал, во сколько ты приедешь Давай номер Я забью себе телефон Пиши 509 509 2-1-2-1 2-1 Артем? Там вам кто-то машет Это не ваша знакомая У вас колесо спущено Спасибо Спасибо Значит так В ближайшие 15-20 минут Я предлагаю следующую программу Ты отдыхаешь Слушаешь музыку Болтаешь по телефону А я беру на себя Всю грязную работу По восстановлению движения По нашему маршруту И по результату Моего титанического труда Ты одариваешь меня Благодарным поцелуем Можно в фёку? Ты гласный С тобой легко и интересно У меня автобус через 15 минут С удовольствием осталось бы Но не могу Я очень буду ждать послезавтра А ты меня обязательно встретишь Обещаешь? Обещаю Да, мам Тёма, ты далеко ещё? Да не, недалеко Колесо просто проколол Господи, как тебя вгораздило? Да всё нормально Чего ты хотела? По дороге купить тортик Дома чего сладкого к столу нет Я не успела ничего испечь Хорошо, мам, куплю Скоро они придут? Да, звонили, скоро будут Ну всё, давай, пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Держи, мам Купил Тёма, что-то случилось? Да ничего особенного Тёма Камеру украли прямо из машины Как это? Подвёз девушку Называется Ну не огорчайся Тёмочка, пусть у нас Это будет самая большая беда Нечего всяких девок подвозить Жанна Видишь, Тёма расстроен Ну ладно, мам Всё по правилам Ну ничего, ничего В милицию заявил? А смысл? Я тебе говорила, что его надо женить Иначе добром это не кончится А что я могу сделать? Я не говорю, что я против Ух, привет Привет Проходите Какая ты стала Наконец-то Я так рада Какие вы молодцы, что приехали Здравствуйте А это Ксения, моя сестра Знакомьтесь Очень приятно Татьяна А это моя дочка Наташенька Раздевайтесь, пожалуйста Спасибо Это вам О, спасибо Разови, Артём О, да Сумочки оставьте здесь Да Гости пришли А ты здесь сидишь Идём за стол Спасибо, я не голоден Посидите без меня Но как тебе не стыдно Люди пришли в гости А ты закрылся в своей комнате Это невежливо Тебя все ждут Жан, гости пришли к тебе Ты их развлекай У меня нет никакого желания Ни с кем общаться Нельзя быть таким эгоистом Если у тебя неприятности Не надо портить жизнь всем окружающим Мать полдня у плиты простояла В конце концов Ты ведёшь себя не по-мужски Зато ты можешь достать кого угодно Это по-женски Пошли За встречу С мужчиной последним Какая же у тебя Наташенька красавица Спасибо Наверное от женихов отбоя нет Да, женихов хватает Но мы не торопимся Мужа выбираешь один раз на всю жизнь Если повезёт Да, действительно Скромной девушке в наше время нелегко А молодые люди сейчас такие Несерьёзные, ветреные Извините Вот не можем никак Наташеньке Достойную пару найти Мам, ну что ты Я тебя так понимаю, Татьяна Наш Артём Тоже никак не может жениться Попробуйте, пожалуйста, вот этот салатик Да? Да Это мы с Жанной практиковались А какой это? Да, какой-то американский рецепт Да, да, да Живая энергия Попробуйте Мам, будешь? Ну, конечно, живую энергию буду Что было в духовке? Гусь Гусь Ах ты, ой Посиди, мам Мы справимся Ой, Тёмочка, помоги Неужели, сгори Я достану Осторожно Руки Вот так Кажется, это называется самосожжение Пульс есть? Что за сторона у вас такая? Почему в духовке нет таймера? Таймер есть Да подожди Просто его надо было включить Давай сюда Юморист, да? Может, лучше с гостями поговоришь? А то сидишь, язык проглотил Как у вас там не пригорело? Да, всё хорошо, всё нормально Расскажи о своей работе Наташеньке и Тане будет интересно Ты уверена? Ну что, съедуем? Да, да Татьяна, давай выпьем за наших детей Ну вот, освобождаем место на столе Помогайте Так, ставлю Салат отодвинь сюда Красота Замечательно Какой гусь В яблоках Спасибо Ой, вкусно? Тём Расскажи нам что-нибудь О своей работе А что рассказывать? Работа как работа Только немного нервная Вот на прошлой неделе Закрывали дела На ламповом заводе Приходим к директору Говорим ему Подписывай приказ А он ни в какую Ну, мы его скрутили Наручники одели Припугнули кое-чем Одумался Стал намного сговорчивей Сразу всё подписал Как миленький А с чем связан ваш бизнес? Ну, в основном с рейдерством С чем? Отъём предприятий У частных владельцев И передача в другие руки Мы решаем за наших клиентов Все проблемы Юридическое сопровождение дел Захват территорий Устранение несговорчивых акционеров В общем, весь комплекс услуг Так что, если Кто-то из знакомых Присмотрел заводик Обращайтесь По знакомству Сделаем со скидочкой Это что ты такое говоришь? А что такого? Сейчас Зазорных профессий нет, тётушка Молодым везде у нас дорога Вы это серьёзно? Ну ладно Ну что, вы не видите, что человек шутит? Артём, у вас такое уникальное чувство юмора Да уж Чувство юмора Тёму никогда не подводит Артём Прекрати фиглярствовать Да брось ты, тётушка Это у вас в Америке так принято Фальшивые улыбочки Всё окей Но проблем А у нас люди искренние Что на уме, то и на языке Правильно? Хватит тесняться Здесь же все свои Винца подлить ещё Да Да Реально Вот такая у меня работа Мамуля Жанночка, счастливо Очень рада была тебя повидать Взаимно Спасибо До свидания Всё было очень вкусно Спасибо Спасибо Спасибо, было очень приятно Спасибо А насчёт заводика-то всё-таки подумайте До свидания До свидания Сейчас Всего доброго Позвоните До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания Ну И что ты нам устроил? Небольшой тест на чувство юмора Ты в своём уме Опозорил меня перед людьми Теперь они будут думать Что у меня родственники Бандиты Да нет Ну что ты смотришь? Что ты смотришь на меня так? А какая разница Что они будут думать? Уедешь в Америку Ляжешь на свой любимый Персидский газон И забудешь нас Как страшный сон Слышишь? Полюбуйся Кого ты воспитала Полюбуйся Никакого уважения К нормам Цивилизованного мира Никакого А права человека На неприкосновенность Личной жизни К этим нормам Не относятся, а? Тема Это ты на что намекаешь? Я не намекаю Я прямо говорю Оставь меня в покое Не надо мне подсовывать Своих невест Я не собираюсь жениться Тема Вроде цивилизованная женщина Ведёт себя как банальная сводня Ну я прошу тебя, Тема Ну перестань Ты слышишь? Ты это слышишь? Ну всё Ноги моей больше В вашем доме не будет Жанна Счастливо Жанна Во всём виновата ты Ой, Жанна Скажи спасибо своему сыночку Мам Жанна, маме плохо Что, Ксюшенька, что? Валидол, принеси В верхнем ящике слева Садись Сейчас, пройдёмся Я саду Я сейчас скорую вызову Не надо скорую Нет, не надо скорую Хорошо Заналий, съезди Давай Давай Ну и куда ты поедешь, а? У тебя работа У детей школа Хочешь всё разрушить, да? Из-за чего? Из-за какой-то глупости Катя Не прикасайся ко мне Я долго терпела твои измены Думаю, я ничего не видела Я обо всём догадывалась Просто из-за ребят Не устраивала истерику Как у тебя всё просто Не хотела портить им жизнь Думала, я немножко потерплю Они подрастут И я уйду Но ты перешёл все границы Привёл любовницу К нам в дом В предсвете дня Да она мне не любовница Эта женщина для меня Ничего не значит Понятно тебе? Тем хуже для тебя Поздравляю Ты потерял семью Из-за женщины Которая для тебя Ничего не значит Тебе нужно успокоиться У тебя истерика Я не понимаю Как можно всё разрушить, а? Вот так вот Ты не заметил Что у нас давно нет семьи? А дети тебя видят Только по выходным Когда ты спишь А когда тебя нет Я провожу с ними Очень много времени Дорогая Я видела С кем ты проводишь время Когда меня нет Да что ж ты заладила Как попугай, а? Я видела, я видела Да выбрось ты из головы Всё, что ты видела Хватит терроризировать детей А как ты собираешься Прожить на свои гроши, а? У тебя же ничего нет Голь ты перекатная Живёшь в моей квартире На мою зарплату Ты на свои журналистские гонорарчики Даже одеть себя не сможешь Ничего Как-нибудь заработаю А ты мне поможешь Всё-таки Фёдор и Никита Тебе не чужие А это ещё надо Между прочим разобраться Чужие они мне или нет Что-то не сильно Они на меня и похожи Хватит на меня вешать чувства долга Хорошо Хочешь быть свободной, да? Рассчитывай на свои собственные силы Ясно тебе? Знаешь Я даже не представляла С кем прожила 10 лет А вот теперь представляешь Счастливого пути И ещё Наступит время Отойди от меня Ничего-ничего Помыкаешься без денег Без крыши над головой Ещё приползёшь Будешь просить Чтобы я тебя на порог пустил До свидания Угу Ну что, Надюша Ложная тревога, да? Ничего себе ложная тревога Можно? А вот об этом в ближайшее время Не может быть и речи Вот так вот, слышала? Дедовские методы у вас какие-то Знаете, учёные всего мира Доказали давным-давно Что именно Пассивный образ жизни И нездоровое питание Является причиной болезни Сердечно-сосудистой системы Простите, вы по профессии кто? Инженер-технолог Вот и занимаетесь Своими инженерными технологиями А право лечить живых людей Предоставьте тем, кто в этом разбирается Проводишь, Надю? Конечно, провожу Давайте я поухажу Выздоравливай, Ксюша До встречи Счастливенько, спасибо большое Пока Да Если ты пришёл обвинить меня в том Что Ксении стало плохо из-за меня Советую вспомнить о собственном поведении Никто так не укорачивает жизнь матерям Как собственные дети Я пришёл заключить перемирие Я тебе войну не объявляла Ты ведёшь себя, как злой, невоспитанный ребёнок Всё время ёрничаешь, подкалываешь меня Глумишься надо мной Если ты не будешь приводить сюда потенциальных невест Я не буду подкалывать, глумиться и ёрничать Давай дадим маме отдохнуть Хотя бы неделю Окей Но у меня есть встречное предложение Сколько лет ты не был в Комаровске? Пятнадцать? Семнадцать Какая разница? Самое время нанести визит Тебе взять билет? На поезд, на автобус Знаешь, этот ваш общественный транспорт Я терпеть не могу Вот если бы ты меня отвёз на своей машине Тогда другое дело Где ты собираешься там остановиться? А я уже договорилась Меня встретит моя школьная подруга Хорошо Завтра поедем в Комаровск Ты хоть один снимок я и сделал, художник? Сделал бы Если бы ты художника не превратил в администратора А ты чего в Комаровск-то несёшься? Тётка попросила отвезти Хочет с давней подругой повидаться Ну, если наших увидишь, привет передавай Хорошо, если увижу, передам Спасибо Давай С камерой поаккуратней Ладно, не волнуйся Честно говоря, Тёма Ты просто законченный эгоист Ты совершенно не заботишься о матери Ты даже понимать не хочешь, что она женщина Что она должна жить среди нормальных людей Не среди этих хлюпающих носом своих пациентов А среди нормальных, живых, здоровых людей Может быть, тогда у неё начнётся другая жизнь Может быть, она встретит мужчину Полюбит его Она не хочет ни с кем встречаться Да откуда ты знаешь? Ты что, я спрашивал? Сколько лет она живёт одна? 17! Это ненормально Слушай, ты меня так уговариваешь Как будто я мешаю маме выйти замуж Да я буду только счастлив, если она встретит нормального мужика Только после развода с отцом она близко к себе никого не подпускает Слушай, ну какая же сволочь твой папашка Ксюша так его любила Всю жизнь ему отдала А он увлёкся какой-то вертихвосткой И на развод подал И больше никогда в её жизни не появился Мне иногда кажется, что мама до сих пор его любит Так, прямо И вот дальше налево, по-моему Да-да-да-да Так Налево, правильно А, вот мне кажется, вот этот дом Подожди-ка, подожди-ка Да-да-да Паркуйся, вот сюда, точно Здравствуйте! 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 Даша, Ваня, идите! Здравствуйте! Здравствуйте! Знакомьтесь! Здравствуйте! Здравствуйте! Это Иван, мой муж Очень приятно! Очень приятно! А это наша дочь Дашенька Она у нас студентка Здрасьте! Ну а это моя близкая подруга Жанночка А это… А это мой племянник Артём Известный фотохудожник Покажи Артёму комнату Пойдёмте Артём Ванечке, бери чемоданы Проходите, пожалуйста Здравствуйте, доктор! Игорь, ты? Что ты здесь делаешь? Я присяду Садись Как ты меня нашёл? Там в регистратуре фамилию назвали Я подумал, совпадение Смотрю, правда, ты, Ксюша Ты на здоровье жалуешься? Или как? Всё такая же, красивая Вот только… Только морщинки вокруг глаз собрались Ну, ты тоже не помолодел Так что тебя беспокоит? Всё такая же Строгий и неприступный доктор Игорь, если ты просто пришёл поговорить То извини, у меня пациенты Да нет там никого Я последним был в очереди Ксюша, я весь сразу после развода Где тебя только не искал Всех друзей и родственников с предстрастием допрошу А ты как в воду канула? Ну, если бы хотел найти По-настоящему нашёл бы Так что Нечего сказки рассказывать Скажи, а почему у тебя в карточке нет никаких записей? Так я первый раз в жизни в поликлинику-то пришёл Зрение пошаливает Зрение, говоришь? Ну, давай, пойдём посмотрим Садись Сюда? Да-да Смотри вперёд Вот так Это что? Н Хорошо, это? Ша А что делать, доктор Когда просыпаешься и понимаешь Что жизнь кончена? Взять направление к невропатологу Выпишут антидепрессанты Эта буква? Я Молодец Так, Ксюша Всё-таки ты меня так и не простила Хотя ты, наверное, и права Наверное, действительно надо обратиться к невропатологу А то нервы не к чёрту в последнее время Ссоритесь с Ларисой? С какой Ларисой? А я была уверена, что вы поженились С Ларкой, что ли? Да я с ней ещё до нашего развода расстался Надо же, такая любовь была Ксюша, опять-то за своё Да не было там никакой любви Вообще ничего не было, кроме моей дурости А ты как живёшь, Ксюша? Замуж вышла? Как Артём? У нас всё хорошо И у меня, и у Артёма Послушай, Игорь, честное слово, нет времени на задушевные беседы У меня очень много работы Хотелось бы с ним поговорить Я не думаю, что он этому обрадуется А потом он сейчас в отпуске Ясно А ты сегодня когда освободишься? Зачем тебе это? Ну, могли бы посидеть в каком-нибудь кафе Поговорить Я занята допоздна А завтра? Или у тебя для меня никогда не будет времени? Ну, хотя бы полчаса-то ты мне можешь уделить Не чужие же люди всё-таки Ладно, давай завтра Часов в одиннадцать А где? Есть такое кафе Рапсодия, знаешь? Да это рядом с моей работой Спасибо, Ксюша Тём, ты куда? Пойду погуляю Долго не гуляй Хорошо, постараюсь СИГНАЛ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Здрасте Тебя кого? А Катю можно? Какую ещё Катю? Алехину Нет здесь никакой Кати. И не было. А вы давно здесь живете? Десять лет, а что? Может, у вас остался адрес предыдущих хозяев? Семен Юрьевич и Софь Михайловны? Ты, парень, что-то путаешь. До меня здесь Лева Вайсман жил с семейством. Он мне квартиру и продал, когда в Израиль уезжал. Простите. Пожалуйста. Здоровый образ жизни – это единственный выход для цивилизованного человека. Каждая лишняя калория – это целый год жизни, который мы отбираем сами у себя. И никто об этом даже не задумывается. А что нам задумываться? Когда мы не цивилизованные, а так, страна третьего мира. У нас испокон веков заведено. Как ешь, так и работаешь. А подсчитывать каждую калорию – это вы в своих хваленых Америках можете от безделья дурью маяться. Ну, перестань. А что перестань? Перестань, давайте выпьем. Давайте выпьем. Давайте выпьем за здоровье. Вот именно, за здоровье. Тёма! Тарасов, неужто ты? Боня, привет! Как ты здесь? Здрасте, пожалуйста. Живу я здесь, между прочим. А вот ты какими судьбами? А я тётку привёз на родину погостить. Ностальгия её замучила. Значит, если бы не тётя, не приехал бы старых друзей навестить. Ну, ты как? Где ты? Что ты? Рассказывай, чем занимаешься? Нормально, фотографией занимаюсь. У меня агентство своё. Работаем с крупными издательствами, на выставки езжем. Егор у меня заместителем работает. Слышали, слышали. Ну, ты как, женился? Да всё, не соберусь никак. У тебя как дела? Рассказывай, женат? Женат, женат. Ну, я, честно говоря, по-граждански, брак. Ты же знаешь, так спокойнее. Ты всегда мудростью отличался. С нашими видишься с кем-нибудь? Да наши поразъезжали все почти. Здесь остался кто из наших? Ромашин Макс, Наташка Вишневская, Пряников, Сашка. Слушай, Боня, а не знаешь, где Катя Алёхина сейчас? А я всё жду, когда он спросит. Такая же любовь была. Нет, не знаю. Она уехала от нас, когда мы ещё в школе учились. Слушай, ты надолго к нам вообще? До дня на двор. Давай ко мне на барбекю. Восемь вечера. Договорились? Я сейчас наших обзвоню, скажу, что ты объединился. Хорошо. Где ты обитаешь сейчас? Дом недавно построил. Ну? На Левитана 45. Тебе записать или сам найдёшь? Да найду я, конечно. Приходи, я обязательно. Всё, счастливо. До вечера. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!